Всем привет, меня зовут Софья, вы на территории полезного контента и сегодня будет животрепещущая тема Часто задают вопрос, сколько зарабатывает веб-дизайнер Я сразу скажу, что на эту тему мы уже писали пост в аккаунте нашей школы собака-филл-скул.ру Можете подписываться на нас в инстаграме Иногда так бывает, что посты в филл-скуле выходят раньше, чем я успеваю снять видео на какую-то тему Сразу скажу, что я рассказываю про профессию веб-дизайнер Не про UI, UX дизайнера Только про человека, который занимается дизайном сайтов При этом он не верстает их, не собирает на конструкторе То есть он сделал дизайн и его работа завершена Также стоит понимать, что есть вертикальный прогресс в профессии, а есть еще горизонтальный И если мы говорим о вертикальном, то вполне понятно Вы начинаете руководить людьми или просто получаете повышение Но если мы говорим о горизонтальном развитии То вы остаетесь на прежней должности Но вы повышаете, например, свою экспертность Или, как я, начинаете обучать людей Вот это у нас горизонтальное развитие и горизонтальный прогресс Я сейчас скажу очень очевидную вещь Но, естественно, ваш заработок будет зависеть от ваших навыков И если вы умеете, например, делать что-то еще и оказываете доп.услуги То ваш заработок выше Ну, естественно, там уровень вашего дизайна Все это соединяется вместе и из этого складывается ваш заработок Сейчас мы будем озвучивать очень средние цены и средние заработки Что достаточно сложно Потому что рынок огромен и действительно проекты разные И сказать здесь какой-то средний ценник достаточно сложно Хотя бы взять разработку разных видов сайтов Цены колеблятся просто до неимоверных размеров Поэтому назвать здесь какие-то средние заработные платы сложно Но мы постарались для вас это сделать Так как чаще всего вопрос зарплаты интересует тех, кто идет работать в офис То мы как раз и будем разбирать работу в компании А не когда вы фрилансер Потому что там немножко другой вопрос Там скорее сколько вы будете получать за сайт и за проект А здесь вопрос именно заработной платы в месяц И здесь все, естественно, зависит еще и о том, где вы работаете То есть какова репутация компании, в которой вы работаете Какой там поток заказов На какой рынок, например, работает компания Потому что они могут работать, например, на обычный малый бизнес А могут работать с какими-нибудь тендерами С крупными государственными компаниями Естественно, бюджеты у организаций разные И вы можете вроде как работать на какой-нибудь низкой должности Но получать в разы больше, чем какой-нибудь руководитель, но в мелкой компании Мы разделим уровни дизайнеров на три Вообще их есть еще несколько, но дабы упростить это видео, их будет три Первое это джуниор Дизайнеры это, собственно, те, которые приходят либо совсем без опыта Либо с каким-то маленьким опытом Типа год-два И они больше учатся в компании, чем разрабатывают что-то сами Это специалисты, которые не могут самостоятельно работать над проектом И над ними кто-то стоит и руководит ими При этом, я уже сказала, часто эти люди еще обучаются во время своей работы И вот это именно джуниор-дизайнеры, которые зарабатывают в месяц от 20 до 30 тысяч рублей Следующий этап это мидл-дизайнеры Они зарабатывают уже от 60 тысяч рублей И при этом они могут руководить именно проектом, который происходит И они могут без какой-либо помощи его открыть, закрыть И им не нужна какая-то дополнительная помощь Я говорю именно о дизайне То есть им, например, не нужна какая-то помощь в разработке многостраничного сайта Он спокойно сделает все страницы Или он понимает это так прекрасно, как правильно сделать дизайн интернет-магазина И у него тоже не возникает вопросов Он спокойно ведет этот проект Или, например, может даже, не знаю, самостоятельно оказать какие-то доп.услуги Которые джуниор не может в силу своей неопытности выполнить Естественно, есть различия в уровне дизайна Конечно же, у мидла уровень должен быть гораздо выше И опыт должен быть гораздо больше То есть это такая уже средняя планка Возможно, только спустя 3 года можно стать мидл-дизайнером Но и то, если вы будете очень сильно вкладываться в свое развитие И в свою профессию, развивая себя Следующая ступень с очень сложным английским словом Которое я назову сеньор-дизайнер Но здесь сейчас появится нормальное произношение этого слова Но так как я не умею говорить непроизносимый R в конце Это будет сеньор В общем, это уже самая высокая стадия Не считая какого-нибудь руководителя компании И это человек, который руководит, например, каким-то отделом Ну, то есть отделом дизайна У него уже в подчинении и там мидлы, и джуниоры Либо этот человек может быть арт-директором То есть по факту арт-директор это тот, кто отслеживает весь проект И говорит, вот это плохо, вот это хорошо И я хочу, чтобы тут было красное Я считаю, что так должно быть Вообще, это практически последняя ступень Именно в развитии самого дизайнера Без какой-то переквалификации Или создания своей собственной компании Также не забывайте, что есть потрясающая профессия UX-дизайнер и UI-дизайнер Разница между веб-дизайнером в том, что UI-дизайнеры Они тоже занимаются внешним видом То есть они отрисовывают только дизайн Но они могут отрисовать дизайн всего Мобильных приложений, каких-то сервисов Я не знаю, каких-то внутренних Типа CRM-систем, CMS-систем А UX-дизайнеры занимаются проектированием И вот если из веб-дизайнера перерасти в UX-UI-дизайнера То, естественно, ваши доходы сильно повысятся И даже если вы будете джуниором На вакансии UI-UX-дизайнера Ваши доходы будут гораздо выше Так или иначе, ваш заработок будет зависеть Только от вашего желания развиваться И чем больше у вас soft skills То есть насколько вы обладаете еще какими-то дополнительными навыками Даже, я не знаю, простейшие навыки коммуникации в компании И даже это будет плюсом Поэтому чем больше у вас, я не знаю, желания проходить какой-то топ обучения Получать те же навыки, развиваться даже в своей же профессии Постоянно следить за трендами Тем, естественно, выше вероятность, что вы получите повышение И, например, станете джуниором без какого-то обучения Или перерастете в middle Наши курсы – это отличная база и отличный трамплин И для того, чтобы стать UI-UX-дизайнером И для того, чтобы встать на вакансию джуниор-дизайнера Поэтому мы, естественно, ждем вас на нашем курсе Основы дизайноведения Дизайноведения, в котором вы познакомились с профессией дизайнера И научитесь создавать сайты И при этом сможете устроиться на работу Получить там опыт И работать в команде Я надеюсь, что с классными людьми И вам повезет с вашей работой Если понравилось видео, поставьте лайк Если оно было полезным, напишите в комментариях спасибо Если понравился канал, обязательно подписывайтесь Увидимся в новых видео Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok